С благодарностью приветствую всех на канале Atomoneoflife. Сегодня начинается мой очередной видеоблог. И сейчас он начинается с того, что я только что проснулся и сразу же стремительно бегу на спорт, так как сегодня я работаю в ШП11, то есть во второй половине дня. После работы не хочется идти, но спортом я занимаюсь каждый день, поэтому сейчас спорт. Сначала спорт, а потом работа. Так что день и влог начинается именно со спорта сегодня. Итак, сейчас я буду сдавать анализ, то есть мне сказали идти в туалет, сделать определенную процедуру на эту полосочку, потом посмотрим, какого цвета она будет, чтобы узнать, какая кислотность моего тела. Сейчас я нахожу как раз в туалете. Показывать, как я эту процедуру делать буду. Конечно же, не стоит. Так что поверьте мне на слово, я когда вам скажу, какая кислотность. Но я все-таки вам покажу. После всех проведенных процедур полосочка так вот изменилась. И сейчас мы посмотрим вместе с Шуфиней, что это означает, какова кислотность. Так, время у нас уже прекратилось. Сейчас я сейчас тороплюсь на работу, потому что много занималось делами, что до обеда. И прям еле не нормально поезд. Итак, друзья, я это сделал. Я думаю, что не успею, но все-таки успел. На поезд еще осталось две минуты даже, для того, чтобы дойти мне до платформы. Но я уже здесь, на вокзале. Потому что сегодня было очень много работы, было очень много людей. Я сегодня работал в сервисе. И вот просто на последних минутах, еле-еле успели, я побежал просто бегом домой. Бегом переодеваться. Мне тоже надо было переодеваться, бежать в другое здание, которое располагается где-то в метрах 400. Вот из того места, где я работал. И видите, я весь запыхавшийся. Ну, сейчас благодарю всех, приветствую всех на канале Актомон оф Лайв. Сегодня начинается мой очередной видеовлог. Начинается очередной видеодень. Он начинается в районе половины десятого. Почему? Потому что сейчас я уже должен буду выйти на работу, так как мой график был изменен. Первоначально было одно время, а сейчас совсем другое. Не очень удобно и для меня, потому что я должен за час раньше выехать на работу. Так что день и влог сегодняшний начинает. Так, сейчас я уже нахожусь на вокзале, но у нас, видите, какая погода. У нас сегодня штормовое предупреждение, какой-то шторм на Германию. И поэтому ветер очень-очень сильнейший. И именно из-за этого я сегодня выехал раньше, так как уже идет опоздание поездов из-за плохой погоды. Так что весело, очень весело. Я буду там раньше приблизительно на один час. Если по-другому ехать, то я там просто-напросто не успею. По той причине, что поезд опоздает, и все на этом. Несмотря на то, что небо еще светлое здесь, то если поведусь камеру в другую сторону, там оно уже темное. Сейчас как раз идет циклон. Этот шторм. Уже начинает идти мелкий дождь. И усиливается весер с каждой минутой. И да, еще хочу сказать, что сегодня вы не увидели мой вчерашний выпуск, вчерашний влог, потому что я одним своим нечаянным движением удалил часть видео, и там осталось только начало и конец. То есть серединки нет, и самой-самой прям концовки тоже нет. Поэтому сегодняшний видео-лог будет совмещен со вчерашним видео-логом, и будет оставить видео-лог 11 и видео-лог 12. И сегодня вы немножечко, думаю, что побольше увидите информации. И сегодня, когда я приеду домой, думаю, да, когда приеду домой, сейчас нет смысла здесь об этом рассказывать, здесь сильный ветер. Расскажу, что произошло у меня вчера еще раз. И расскажу о том, что произошло сегодня. Так все, закончился мой рабочий день. Сегодня я приеду домой и расскажу вам о том, что случилось, как произошло, как менялся мой план работы в течение дня. Это было какое-то сумасшествие, потому что он менялся аж целых 4 раза. С 10 утра до по сегодняшний момент он менялся 4 раза. Почему все это произошло, я вам расскажу все. Вечером, дома. Надеюсь, я не приеду и сразу не усну, потому что действительно очень сильно устал. Сегодня я работал 9 часов, не 8. Даже не 9, а 9 с половиной часов. Вот, и поэтому усталость, плюс еще непогода, головная боль, но я держусь и все нормально. Так что все, переодеваюсь и домой. Итак, все, я дома. Теперь я буду рассказывать о том, что произошло за эти 2 дня. Почему вчера не вышло видео. Как я сказал, вчера удалилось. Я вчера был очень уставший после работы. начал перезагружать видео с телефона на компьютер и нечаянно нажал кнопку удалить. Удалить и все. То есть это означает, что все видео, которые я снимал, вчера пропали. Но часть видео есть все-таки, и вы сможете их увидеть. Сначала давайте я вам расскажу про день вчерашний. Вчера что было? Вчера я ходил в фитнес-зал. И у меня пришли результаты моего обследования. То есть шефини привезла их с собой. Как она их дома распечатывала. И сказала, что не так. У меня все плохо, как я ожидала. В принципе, как она ожидала. Думаю, что будет гораздо все хуже. Но нет. Все довольно-таки прекрасно. Есть, конечно, некоторые минусы. Но это все можно исправить. То есть мы обговорили все те моменты, о которых нужно было поговорить. Всех минусов. Пришли к обоюдному решению, что будем мы делать. Так как она занимается тем, что делает специальные планы питания. Но это, конечно, стоит денег. То я на пути к этому. Для начала я заказал обследование. Еще одно. Оно стоит 25 евро. То есть для этого мне нужно сначала будет 10. 7-10 дней. Я сказал, что будет 10 дней. Строго питаться по тому расписанию, что она мне сделала. То есть это как минимум 6 раз питания в день. И плюс то, что можно есть, то, что нельзя есть, для того, чтобы очистить полностью свое тело. И сразу скажу, что нельзя пить алкоголь. Но это, в принципе, не так важно. Я его вообще не пью. Нельзя курить. Это для меня вообще не важно. Я не курю. Нельзя пить кофе. Я кофеман. И я пью кофе. И я люблю кофе. Я пью 4-5 чашек кофе в день. Тут нельзя. Сегодня первый день, когда... Вчера это было, сегодня первый день, когда все это началось у меня. Сложно. Честно, сложно. Просто сложно. Плюс нельзя никакую молочку. Но к этому, в принципе, я уже сам пришел самостоятельно. Что мало употреблять какой-либо молочки. Очень мало. Ну вот, с кофе очень все сложно. Честно, честно. Просто как бы, ну ладно. Нужно 10 дней потерпеть. Значит, потерпим 10 дней. И после этого она еще проведет один раз анализ. Через 10 дней. Когда мой организм очистится. Так что, теперь я 10 дней просто... Ну, сегодня, да. Сегодня, в принципе, как это и было при голодании. Первые несколько дней болит голова. И она об этом рассказывала. Потому что она сама в данный момент находится на очищении организма. Она хочет себе нарастить мышечную массу. Для этого нужно очистить организм. Проверить состояние тела. И потом уже разработать для себя план питания. Она хочет. Вот. Для меня это будет то же самое. Как я сказал, сложно. Сегодня я работал в сервисе. У меня очень сильно болела голова. Но я все-таки терпел. И старался выдержать все те 9 часов, которые я сегодня проработал. Работал сегодня как раз-таки 9 часов. И это все то, что касается вчерашнего дня. То есть, как бы вчерашний день был таков, что я пошел в фитнес-зал. Побеседовал с шефиней. После этого сразу пошел на работу. После работы пришел. То есть, на работе выполнял свою работу. После работы пришел. И все. На этом день закончился. Я попытался загрузить видео. У меня ничего не получилось. Я сильно устал. Потом все удалил. На все вот так вот влюнул. Сказал, пошел я спать. И лег спать. Сегодня, как вы видели, я встал. День мой начался. И сегодня я работал. Сегодня было у меня изменение в плане. 9,5 часов я работал сегодня. И за сегодняшний день мой план на следующие дни, а точнее на завтра, менялся аж целых 4 раза. 4 раза менялся мой сегодняшний день с планом. С чем это связано? У нас очень много болеет коллег. И какие-то больничные были до завтрашнего дня. Но они дали ответ, что они будут болеть там еще несколько дней. Кто-то в отпуске находится. Поэтому очень и очень сложно. И сам главный менеджер нашего отеля в данный момент имеет шпэрдинст. Шпэрдинст это вторая смена, да? Вот. И завтра она будет работать в первую смену, я во вторую. Мы будем с ней меняться. Главный менеджер и отцуби. Классно, супер. Таким-то образом происходит у меня моя работа, моя практика. И вообще, конечно, да. Интересно, интересно. Потому что людей действительно не хватает. И как бы с этим очень сложно. У меня должен быть начаться завтрашний день резервирунг. То есть я должен туда пойти, в этот опталинку, в этот отдел. Но так как не хватает людей, я всю неделю буду опять на рецепшене. Ну что, что поделать? Ничего страшного. Вот, в принципе, а, что сегодня было у меня? Сегодня я был в сервисе, 9,5 часов я отработал. Сложно тоже было. Почему? Потому что, как я сказал, болела голова, плюс много, что нужно было делать. Очень много гостей. Мы были всего лишь вдвоем. Это мало. Практически 200 человек вдвоем. Нет, прям еле-еле успели. Вчера еще было хуже, потому что вчера было еще больше гостей. Сегодня вроде как бы чуть-чуть поменьше. Вот прям успел я по времени прийти на поезд и приехать домой. Думаю, что на этом буду свои влоги 11-12 заканчивать. Если вам они понравились, как составим лайки. Подписываемся на канал Artamon of Life. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Благодарю за то, что вы присутствуете на моем канале. Подписываемся, не забываем обязательно. Нажимаем на колокольчик после того, как подписались. Увидимся в завтрашнем видеовлоге. Всем всего доброго, всего хорошего. И чус. Сейчас я постараюсь помонтировать видео. Наверное, очень вставший. Если оно будет сегодня, значит, будет сегодня. Если нет, то будет завтра. Все. Чус. Субтитры сделал DimaTorzok